Да, Яна, добрый вечер. Официальный перевозчик Аэр-экспресс покидает Приморский край. Сегодня руководство компании сделало такое заявление. Причина это убытки и нерентабельность маршрута. По словам руководителя компании, работал в Владивостоке только за 2014 год, принесла им убытков на 130 миллионов рублей. Администрация Приморского края пыталась урегулировать эту проблему и даже предлагала руководству компании собрать документы и подать на субсидии из регионального бюджета. Однако Аэр-экспресс ответных шагов не предпринял. Что же ждет Приморцев и как теперь мы будем добираться в аэропорт и обратно, узнаем у первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, который курирует данный вопрос. Василий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему Аэр-экспресс не пошел по тому сценарию, который предлагали вы и все-таки решил покинуть Приморский рынок? Да, Вы совершенно верно сказали, что начиная с 2013 года мы неоднократно в письменном виде официально предлагали руководству компании Аэр-экспресс, как Вы знаете, московской компанией Аэр-экспресс вступить в регулируемый рынок и, соответственно, получать возможность софинансироваться из бюджета Приморского края. Если бы компания приняла такое решение, мы считаем, что сегодняшней проблемы не было бы в принципе, мы бы ее не обсуждали, потому что такая возможность была обеспечить компенсацию полностью выпадающих расходов. Но они отказались от такой возможности? Да, этого предприятия. Они по своим внутренним причинам отказались от этой возможности и, соответственно, на сегодняшний день получили такой финансовый результат по нашему полигону, обращая внимание, что этот результат исключительно по Приморскому краю. Скажите, если Аэр-экспресс покидает Приморский край, то значит, что маршрут будет тоже ликвидирован? По существу так оно должно и быть. Если компания закрывается, то это направление сегодня никем не перекрыто, поэтому маршрут по существу должен закрываться. Повторяю, должен закрываться. Но при этом сегодня, получив уведомление, мы активно последние несколько дней работали с компанией, с руководством компании. Во-первых, мы договорились о том, что до того, как администрация Приморского края решение найдет, значит, компания Аэр-экспресс будет осуществлять перевозки и выполнять свою работу, которая положена по договору. То есть, это вопрос решен. А что может быть решением данного вопроса? То есть, на этот маршрут зайдет местный перевозчик? К сожалению, это единственный вариант, который мы сегодня вынесли из этих многочисленных совещаний. Компания категорически отказалась обсуждать возможность датирования маршрутов. Ну, вернее, первоначально необходимо ей зайти на регулируемый рынок, стать субъектом естественных монополий, от чего такого предусмотрения компания отказалась. Соответственно, мы видим единственный вариант решения вопроса – это работа местного перевозчика на этом направлении. Вы можете назвать ориентировочные сроки, когда местный перевозчик уже сможет приступить к работе на данном маршруте? Ну, во-первых, мы сейчас очень внимательно смотрим и обсчитываем ту финансовую модель, которая привела к таким убыткам. Надо понимать, что компания изначально, компания Аэроэкспресс, изначально недоработала свою финансовую модель и, в принципе, неправильно запланировала свою работу. Вот результат такой серьезный минус в балансе. Поэтому мы крайне серьезно отнеслись к тому, чтобы сегодня рассмотреть эти результаты, проработать вариант закрепления местного перевозчика. И предполагаем, что в течение февраля месяца мы вопрос этот решим. Василий Иванович, большое спасибо. И я напомню, что компания Аэроэкспресс во Владивостоке начала свою работу с 2012 года, со времен саммита АТЭС. И это направление во Владивостоке для компании стало третьим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако в нашем городе этот маршрут приобрел социальное значение. На нем люди добираются не только в аэропорт и обратно, но еще ездят на работу из Артема и станции угольной сюда, во Владивосток. И еще раз подчеркну, что если Аэроэкспресс уходит с Приморского рынка, то сюда зайдет местный перевозчик и перевозки пассажиров по маршруту Аэроэкспресса не прекратятся. Так что поводов для паники нет. Яна, вам слово.